Дай почитать. Понятно, что это вопрос веры, но вот автор Аурелио Пенна терпеливо и аргументированно доказывает, что ангелы – идеальное творение, что это сквозная тема и монотеистических религий, и западного общества в целом, и что интерес к ангелам, который в последние десятилетия опять возник, таит в себе что-то более глубокое, чем моду или любопытство. Редакция подчеркивает, что книга носит сугубо развлекательный и научно-познавательный характер и не преследует цели оскорбить чувства верующих. И это правда. Большая часть издания посвящена истории ангелологии, учению об ангелах. Это богословская дисциплина о происхождении и природе ангелов, их месте и роли в мироздании. Ангел – это посланник или служитель, в сугубо религиозном смысле сверхчеловеческое существо, посредник между небом и землей, между Богом и людьми. Ангелы – благовестники воли Божьей. В книге приведены свидетельства и теории Сведенборга, Фомы Аквинского. Рассказывается о происхождении ангелов, о том, как они описаны в Библии и в гностических учениях и других религиях. Приводятся примеры ангелы великих душ, святая Цицилия, святой Франциск Азийский, Жанна Д'Арк и другие. Любопытен и список ангелов по датам рождения и их дары. Всего ангелов 72. Это происходит из традиционного распределения ангелов на девять хоров, из которых каждый возглавляется архангелом и, в свою очередь, подразделяется на восемь иерархий. В общем, у каждого из нас есть еще, кроме этого, ангела и ангел-хранитель. В финале Пенне описывает опыт предсмертия и ссылается на исследование американского психолога Моуди и его книгу «Жизнь после жизни». Вывод однозначен. Светоносные существа, ангелы, существуют. 16+. Дай почитать Светоносные существа, ангелы, существуют.